Чехия Чехия Четырнадцать тысяч человек Но каждый год посмотреть на этот вид приезжает почти миллион туристов То есть, конечно, так было до пандемии Сейчас тут непростые времена Город находится на юге Чехии От Праги сто семьдесят километров Можно доехать на машине за пару часов Автобусы тоже ходят И поэтому поездки сюда на день или на два так популярны По большому счету в Крумлове две главных достопримечательности Это замок и старый город Замок вы точно не пропустите Он внушительно стоит на скале Здесь есть свой ров, свой мост, смотровая башня Ну и, конечно, всякие легенды о местных привидениях Если вам кажется, что привидения — это выдумка То вот медведи, которые живут в замке, они точно настоящие Это старая местная традиция — держать в замке медведей Ее соблюдают уже сотни лет И, кстати, последних двух медведей сюда привезли из России Вернее, их везли из Омска, чтобы продать какому-то частному владельцу Но документы были не в порядке И в итоге двух братьев-медвежат поселили в Крумлове Ну а сам замок — второй по размеру в Чехии Больше него только пражский град Собор в Крумлове, кстати, тоже называется в честь святого Вита Как собор в Праге То есть налицо явная конкуренция Ведь это сейчас Крумлов — маленький городок из сказки А в средние века он был довольно важным местом Замок постоянно принадлежал людям, близким к королю И расположение тоже сыграло свою роль Потому что город находится на Волтаве Река ведет в Прагу И она была важной транспортной артерией Особенно, когда через эти места начали возить соль из Австрии И Крумлов, конечно, получал свою прибыль с тобой Прямо под замком начинается старый город Он выглядит удивительно И находится под охраной ЮНЕСКО Потому что Крумлов — это пример того, как средневековый город Почти целиком сохранился нетронутым Вся планировка, все улицы, крыши Точно такие же, какие были в 15 веке Но тут еще важно, где именно на Волтаве расположен город Потому что это изящный изгиб Удивительный, но абсолютно естественный полуостров Кстати, само название Крумлов от немецкого «изогнутый лук» А слово «чешский» нужно, чтобы отличить его от других городов с похожим названием Потому что есть, например, Моравский Крумлов Тоже изогнутый лук, но на другом конце страны И совсем не такой красивый Немецкое название, потому что немцы и чехи всегда жили здесь вместе В Крумлове даже на пару лет поселился известный австрийский художник Эган Шилле Написал несколько картин, здесь этим очень гордятся Есть центр его имени, музей и даже проходят разные выставки Но после войны всех немцев отсюда переселили И сейчас считается, что город от этого очень сильно потерял Годы при коммунизме вообще выдались не самыми простыми Здания почти рушились, памятники были никому не нужны И что-то похожее, кстати, происходило в Карловых Варах Я про это делал целое видео, обязательно посмотрите потом Но, как и другие города Чехии, в 90-е Крумлов обрел новую жизнь И превратился в туристический рай Сначала для европейцев, потом для американцев, потом для жителей Азии Все приезжают сюда на день или на два, чтобы сделать знаменитые фото И в итоге Крумлов не избежал такой традиционной беды Этих милых европейских городков Туристов здесь стало слишком много Такого понятия, как не сезон, просто не существовало В самом городе никто из местных уже почти не живет Каждое здание здесь или отель, или магазин с сувенирами, или ресторан Все зашло настолько далеко, что в Крумлове стали проводить специальный фестиваль В рамках которого центр города на день отдавали исключительно местным жителям Можете себе представить Но опять же, все это было пару лет назад Сейчас времена сильно изменились И практически в любое время ческий Крумлов можно застать абсолютно пустым Субтитры создавал DimaTorzok